Как-то она и прочие актеры ждали прихода на репетицию Завадского, который только что к своему юбилею получил звание Героя социалистического труда. После томительного ожидания режиссера Раневская громко произнесла «Ну где же наша Гертруда?» Раневская вообще была любительницей сокращений. Однажды начало генеральной репетиции перенесли сначала на час, потом еще на 15 минут. Ждали представителя райкома, даму средних лет, заслуженного работника культуры. Раневская, все это время не уходившая со сцены, в сильнейшем раздражении спросила в микрофон. «Кто-нибудь видел нашу засраку?» Творческие поиски Завадского аттестовывались Раневской не иначе, как капризы беременной кенгуру. Делая скорбную мину, Раневская замечала «В семье не без режиссера». Раневская говорила начинающему композитору, сочинившему колыбельную. «Уважаемый, даже колыбельную нужно писать так, чтобы люди не засыпали от скуки». Как-то раз Раневскую остановил в доме актера один поэт, занимающий руководящий пост в Союзе писателей. «Здравствуйте, Фаина Георгиевна. Как ваши дела?» «Очень хорошо, что вы спросили. Хоть кому-то интересно, как я живу. Давайте отойдем в сторонку, и я вам с удовольствием обо всем расскажу». «Нет-нет, извините, но я очень спешу. Мне, знаете ли, надо еще на заседание. Но вам же интересно, как я живу. Что же вы сразу убегаете? Вы послушайте. Тем более, что я вас не задержу надолго, минут сорок, не больше». Руководящий поэт начал спасаться бегством. «Зачем же тогда спрашивать, как я живу?» — крикнула ему вслед Раневская. За исполнение произведений на эстраде и в театре писатели и композиторы получают авторские отчисления с кассового сбора. Раневская как-то сказала по этому поводу. «А драматурги неплохо устроились. Получают отчисления от каждого спектакля своих пьес. Больше ведь никто ничего подобного не получает. Возьмите, например, архитектора Рерберга. По его проекту построено в Москве здание центрального телеграфа на Тверской. Даже доска висит с надписью, что здание это воздвигнуто по проекту Ивана Ивановича Рерберга. Однако же ему не платят отчисления за телеграммы, которые подаются в его доме. «Берите пример с меня», — сказала как-то Раневской одна солистка Большого театра. «Я недавно застраховала свой голос на очень крупную сумму». «Ну и что же вы купили на эти деньги?» Раневская кочевала по театрам. Театральный критик Наталья Крымова спросила. «Зачем все это, Фаина Георгиевна?» «Искала», — ответила Раневская. «Что искали?» «Святое искусство». «Нашли?» «Да». «Где?» «В Третьяковской галерее». Ольга Аросева рассказывала, что уже будучи в преклонном возрасте, Фаина Георгиевна шла по улице, подскользнулась и упала. Лежит на тротуаре и кричит своим неподражаемым голосом. «Люди, поднимите меня!» «Ведь народные артисты на улице не валяются!» Поклонница просит домашний телефон Раневской. Раневская. «Дорогая, откуда я его знаю? Я же сама себе никогда не звоню!» Валентин Маркович Школьников, директор-распорядитель театра имени Моссовета, вспоминал. «На гастролях в Одессе какая-то дама долго бежала за нами, потом спросила. «Ой, вы это она?» Раневская спокойно ответила своим басовитым голосом. «Да, я — это она!» Как-то в скверике у дома к Раневской обратилась какая-то женщина. «Извините, ваше лицо мне очень знакомо. Вы не артистка?» Раневская резко парировала. «Ничего подобного, я зубной техник». Женщина, однако, не успокоилась. Разговор продолжался. Зашла речь о возрасте. Собеседница спросила Фаину Георгиевну. «А сколько вам лет?» Раневская гордо и возмущенно ответила. «Об этом знает вся страна». Как-то Раневская, сняв телефонную трубку, услышала сильно надоевший ей голос кого-то из поклонников и заявила. «Извините, не могу продолжать разговор. Я говорю из автомата, а здесь большая очередь». После спектакля «Дальше тишина» к Фаине Георгиевне подошел поклонник. «Товарищ Раневская, простите, сколько вам лет?» «В субботу будет сто пятнадцать». Он остолбенел. «В такие годы и так играть!» В купе вагона назойливая попутчица пытается разговорить Раневскую. «Позвольте же вам представиться. Я Смирнова. А я нет!» Брежнев, вручая в Кремле Раневской орден Ленина, выпалил. «Муля, не нервируй меня!» «Леонид Ильич», — обиженно сказал Раневская. «Так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы». Генсек смутился, покраснел и пролепетал, оправдываясь. «Простите, но я вас очень люблю». В Кремле устроили прием и пригласили на него много знатных и известных людей. Попала туда и Раневская. «Предполагалось, что великая актриса будет смешить гостей». Но ей самой этого не хотелось. Хозяин был разочарован. «Мне кажется, товарищ Раневская, что даже самому большому в мире глупцу не удалось бы вас рассмешить». «А вы попробуйте», — предложила Фаина Георгиевна. После спектакля Раневская часто смотрела на цветы, корзину с письмами, открытками и записками, полными восхищения. Подношение поклонников ее игры. И печально замечала. «Так много любви, а в аптеку сходить некому». Одной даме Раневская сказала, что та по-прежнему молода и прекрасно выглядит. «Не могу ответить вам таким же комплиментом», — дерзко ответила та. «А вы бы, как и я, соврали», — посоветовала Фаина Георгиевна. В доме отдыха на прогулке приятельница проникновенно заявляет. «Я обожаю природу». Раневская останавливается, внимательно осматривает ее и говорит. «И это после того, что она с тобой сделала». Раневская подходит к актрисе Энн, мнившей себя неотразимой красавицей, и спрашивает. «Вам никогда не говорили, что вы похожи на Бриджит Бардо?» «Нет, никогда», — отвечает Энн, ожидая комплимента. Раневская окидывает ее взглядом и с удовольствием заключает. «И правильно, что не говорили». Хозяйка дома показывает Раневской свою фотографию детских лет. На ней снята маленькая девочка на коленях пожилой женщины. «Вот такой я была тридцать лет назад». «А кто эта маленькая девочка?» — с невинным видом спрашивает Фаина Георгиевна. Даже любя человека, Раневская не могла удержаться от колкостей. Досталась и Любови Орловой. Фаина Георгиевна рассказывала, вернее, разыгрывала миниатюры, на глазах превращаясь в элегантную красавицу Любочку. Любочка рассматривает свои новые кофейно-бежевые перчатки. «Совершенно не тот оттенок. Опять придется лететь в Париж». Раневская обедала как-то у одной дамы, столь экономной, что Фаина Георгиевна встала из-за стола совершенно голодной. Хозяйка любезно сказала ей, «Прошу вас еще как-нибудь прийти ко мне отобедать». «С удовольствием», — ответила Раневская, «хоть сейчас». Рина Зеленая рассказывала, «В санатории Раневская сидела за столом с каким-то занудой, который все время хаял еду. И суп холодный, и котлеты несоленые, и компот несладкий. Может, и вправду». За завтраком он брезгливо говорил, «Ну что это за яйца? Смех один. Вот в детстве у моей мамочки, я помню, были яйца». «А вы не путаете ее с папочкой?» — осведомилась Раневская. На заграничных гастролях коллега заходит вместе с Фаиной Георгиевной в кукольный магазин «Барби и Кен». «Моя дочка обожает Барби. Я хотела бы купить ей какой-нибудь набор». «У нас широчайший выбор», — говорит продавщица. «Барби в деревне», «Барби на Гавайях», «Барби на горных лыжах», «Барби разведенная». «А какие цены?» «Все по сто долларов, только Барби разведенная двести». «Почему так?» «Ну как же», — вмешивается Раневская. «У нее ко всему еще дом Кена, машина Кена, бассейн Кена». Приятельница сообщает Раневской. «Я вчера была в гостях у Энн и пела для них два часа». Фаина Георгиевна прерывает ее возгласом. «Так им и надо! Я их тоже терпеть не могу!» Раневскую о чем-то попросили и добавили. «Вы ведь добрый человек, вы не откажете». «Во мне два человека», — ответила Фаина Георгиевна. «Добрый не может отказать, а второй может. Сегодня как раз дежурит второй». В переполненном автобусе, развозившем артистов после спектакля, раздался неприличный звук. Раневская наклонилась к уху соседа и шепотом, но так, чтобы все услышали, выдала. «Чувствуете, голубчик, у кого-то открылось второе дыхание». Артист Моссовета Николай Афонин жил рядом с Раневской. У него был горбатый запорожец, и иногда Афонин подвозил Фаину Георгиевну из театра домой. Как-то в его запорожец втиснулись сзади три человека, а впереди, рядом с Афониным, села Раневская. Подъезжая к своему дому, она сказала, «Колечка, сколько стоит ваш автомобиль?» Афонин сказал, «2200 рублей, Фаина Георгиевна». «Какое блядство со стороны правительства!» мрачно заключила Раневская, выбираясь из горбатого аппарата. Фаина Георгиевна Раневская однажды заметила Вано Ильичу Мураделли. «А ведь вы, Вано, не композитор!» Мураделли обиделся. «Это почему же я не композитор?» «Да потому что у вас фамилия такая! Вместо ми у вас му, вместо ре — ра, вместо до — дэ, а вместо ля — ли. Вы же, Вано, в ноты не попадаете!» Как-то начальник ТВ Лапин спросил, «Когда же вы, Фаина Георгиевна, засниметесь для телевидения?» «После такого вопроса должны были бы последовать арест и расстрел», говорила Раневская. В другой раз Лапин спросил ее, «В чем я увижу вас в следующий раз?» «В гробу», — предположила Раневская. Литературовед Зильберштейн, долгие годы редактировавший «Литературное наследство», попросил как-то Раневскую написать воспоминания об Ахматовой. «Вы ведь, наверное, ее часто вспоминаете?» — спросил он. «Ахматову я вспоминаю ежесекундно», — ответил Раневская. «Но написать о себе воспоминания она мне не поручала». А потом добавила, «Какая страшная жизнь ждет эту великую женщину после смерти!» «Воспоминания друзей». В больнице, увидев, что Раневская читает Цицерона, врач заметил, «Не часто встретишь женщину, читающую Цицерона». «Да и мужчину, читающего Цицерона, встретишь нечасто», — парировала Фаина Георгиевна. В театре имени Моссовета Охлопков ставил преступление и наказание. Геннадию Бортникову как раз об эту пору выпало съездить во Францию и встретиться там с дочерью Достоевского. Как-то обедая в буфете театра, он с восторгом рассказывал коллегам о встрече с дочерью, как эта дочь похожа на отца. «Вы не поверите, друзья, абсолютное портретное сходство. Ну, просто одно лицо!» Сидевшая тут же Раневская подняла лицо от супа и как бы, между прочим, спросила. «И с бородой?» Раневская стояла в своей грим-уборной совершенно голая и курила. Вдруг к ней без стука вошел директор-распорядитель театра имени Моссовета Валентин Школьников и ошарашенно замер. Фаина Георгиевна спокойно спросила. «Вас не шокирует, что я курю?» Артисты театра послали Солженицыну, еще до его изгнания, поздравительную телеграмму. Живо обсуждали этот акт. У Раневской вырвалось. «Какие вы смелые!» А я послала ему письмо. Известная актриса в истерике кричала на собрании труппы. «Я знаю! Вы только и ждете моей смерти, чтобы прийти и плюнуть на мою могилу!» Раневская толстым голосом заметила. «Терпеть не могу стоять в очереди!» Раневская вспоминала, что в доме отдыха, где она недавно была, объявили конкурс на самый короткий рассказ. Тема — любовь. Но есть четыре условия. Первое. В рассказе должна быть упомянута королева. Второе. Упомянут бог. Третье. Чтобы было немного секса. Четвертое. Присутствовала тайна. Первую премию получил рассказ размером в одну фразу. «О, Боже!» — воскликнула королева. «Я, кажется, беременна и неизвестно от кого!» Режиссер театра имени Моссовета Андрей Житинкин вспоминает. Это было на репетиции последнего спектакля Фаины Георгиевны «Правда хорошо, а счастье лучше» — Постровскому. Репетировали Раневская и Варвара Сашальская. Обе они были почтенного возраста. Сашальской — к 80, а Раневской — за 80. Варвара была в плохом настроении. Плохо спала, подскочило давление. В общем, ужасно. Раневская пошла в буфет, чтобы купить ей шоколадку или что-нибудь сладкое, дабы поднять подруге настроение. Там ее внимание привлекла одна диковинная вещь, которую она раньше никогда не видела. Здоровенные парниковые огурцы, впервые появившиеся в Москве посреди зимы. Раневская, заинтригованная, купила огурец невообразимых размеров, положила в глубокий карман передника — она играла прислугу — и пошла на сцену. В тот момент, когда она должна была подать барыне Сашальской какой-то предмет, она вытащила из кармана огурец и говорит. «Вавочка!» — так в театре звали Сашальскую. «Я дарю тебе этот огурчик!» Та обрадовалась. «Фуфочка! Спасибо! Спасибо тебе!» Раневская, уходя со сцены, вдруг повернулась, очень хитро подмигнула и продолжила фразу. «Вавочка! Я дарю тебе этот огурчик! Хочешь, ешь его! Хочешь, живи с ним!»